Амбиции, потенциал, ответственность. Предприниматель – это не просто выбранный жизненный путь, а состояние души. Один из участников на сцене пошутил, что во время внешнего и экономического кризиса в России, когда со всех сторон давят, в маленьком Ангарске бизнесмены успевают еще что-то предпринимать. И весьма неплохо, если получается еще и выбирать лучшего. Та эйфория 90-х, когда все начиналось, когда нас каждый второй, наверное, себя в этом деле пытался пробовать, эта эйфория быстро прошла. И сегодня, когда мы 27 лет спустя, уже с той поры почти 30 лет, наверное, начинаем мониторить, как молодые люди относятся к этой сфере, как и что, оказывается, резко похудело количество желающих себя в этом пробовать. На самом деле, не так все это просто, не так все это легко. Кажущийся успех, за ним стоит огромный труд. Один на один с действительностью, наедине с возможностями. Мэр призвал ангарскую бизнес-ячейку не разочаровываться из-за мелких неудач. Администрация округа всегда находит возможность привлечь предпринимателей к социальным проектам, конкурсам и благотворительным акциям. На сцену сегодня поднялись и те, кто заявился на звание лучшего предпринимателя впервые и не прогадал. Я представляю компанию «Веселый кабан». Мы сегодня победили в номинации лучший индивидуальный предприниматель в отрасли общественного питания. Самое главное, что хочу выразить, это большое спасибо своему руководству. И самое главное, нашим деталям этого бизнеса, это нашим сотрудникам. Без них мы не достигли бы данной победы. Жюри определяло победителей по семи номинациям. Производственники, общепит, медицинская сфера, гостиничный бизнес, розничная торговля, спорт и ЖКХ. Кстати, это самая противоречивая номинация, ведь жилищников чаще ругают, чем хвалят. Многие нас знают, потому что город-то небольшой. Если кто-то даже и не живет на нашей территории, ну, приезжают в гости, заходят в подъезды. И я иногда спрашиваю, ну, а чем все-таки мы-то лучше? Ну, что такое-то у нас такого хорошего? У нас тоже есть какие-то недостатки, мы не идеальны. Ну, всегда пример, конечно, детские площадки приводят, подъезды. Ну, стараемся. Ценные подарки – признание общественности и власти. Конкурс «Лучший предприниматель» – одна из лучших мотиваций для еще более продуктивной работы в будущем. Яна Попова, Роман Буйнов. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова